Россия 9 кругов ада проблемную Николаевскую птицефабрику продали Хабаровчинам Николаевскую птицефабрику в Бурейском районе, на которой год назад начались финансовые Трудности, выкупила компания из Хабаровского края Вырученных средств хватило на зарплаты Бывшим сотрудникам О новом видке в развитии обанкротившегося предприятия сообщил заместитель председателя Амурского правительства Владислав Бакуменко планируется, что экс-работники фабрики смогут Вернуться на свои места Новый хозяин фабрики рассчитывает реанимировать производство, наладив выпуск яйца и мяса Кур В ближайших планах компании, начать ремонтные работы, восстановить производство Мы Рассчитываем на то, что новым владельцам потребуются сотрудники, а значит, на рабочее место Могут быть привлечены бывшие работники фабрики, приводит слова Бакуменко пресс-служба Правительство Амурской области В феврале 2016 года на предприятии начали задерживать заработную плату сотрудникам Работники Планировали выйти на пикет В отношении директора ВГУП, Амурская, в ведении которого находится птицефабрика, было Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплат В ГУП, Амурская, при Эвсин погасила долг по зарплате перед сотрудниками Предприятие выплатило В Тендинском районе потратишь более 19 миллионов рублей на восстановление автомобильного моста После паводка 2016 года Конструкция на дороге, соединяющей поселки Лопча и Нижняя Ларба, стала Непригодной для проезда машин Информация об аукционе на проведении работ опубликована на Официальном сайте госзакупок На восстановление моста через реку Нижняя Ларба выделили 19 миллионов 339 тысяч 753 рубля Источник финансирования, бюджет Тендинского района Привести мост в порядок должны будут 10 Июля этого года Пусто Летом администрация района уже пыталась начать восстанавливать мост К этому власти обязала Прокуратура Мэрия заключила контракт на работы с ООО, ДЭП-208 Сумма сделки составляла 17 Миллионов 997 тысяч 778 рублей Рабочие должны были закончить ремонт к 1 ноября, однако А в августе договор был расторгнут Главе администрации Тендинского района внесли представление, в отношении начальника отдела ЖКХ Энергетики и строительство администрации возбудили административное дело Кроме автомобилей в поселке ходит поезд, который доставляет продукты и лекарства На реконструкцию аэропорта в Зее планируют потратить почти полмиллиарда рублей Пассажирский аэровокзал в Зее ждёт реконструкция Модернизация должна пройти до сентября 2017 Года Сейчас Главное управление строительства дорог и аэродромов разместило тендер на проведение Строительно-монтажных работ на этом объекте Согласно технической документации госзакупки заказчик планирует в рамках реконструкции установку Метеоборудование, строительство склада горюче-смазочных материалов, модернизацию КПП Гаража Топливно-запровочной станции и операторной, котельной, насосной станции Кроме того, тендер включает работы по обновлению фасада и кровли здания аэровокзала, смены Системы водоснабжения и отопления, канализации, проводки Заказчик прописывает и создание Взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, а также подездных дорог к аэродрому Сумма контракта на реконструкцию аэродрома составляет 472 547 000 рублей Аэропорт находится в 12 километрах от города Зея и из него отправляются рейсы регионального Значение – в Благовещенск, Береговой, Хвойный, Горный, Бомнак, Октябрьский аэродром оснащён Двумя взлетно-посадочными полосами Администрация Тендинского района объявила госзакупку, СПНОТЬ ОВАИ, на 105 тысяч рублей Администрация Тендинского района разместила на сайте государственных закупок информацию о Нетипичном аукционе Его объектом, судя по указанным на сайте данным, стало нечто под Названием – СПНОТЬ ОВАИ На аукцион обратил внимание активист проекта ОНФ, за честные Закупки – Валентин Орлов Закупку проводит комитет администрации Тенды по управлению муниципальным имуществом Из документов, приложенных к ней, становится понятно, что под таинственным названием скрываются Работы по подаче тепловой энергии и горячей воды Как мне потом удалось выяснить, это технический сбой, на сегодняшний день должны были Устранить нарушение, написать нормальное название, рассказал Валентин Орлов, это не Серьезное нарушение, достаточно изменить название и все Пусто В Куме администрации Тендинского района сообщили, что правки в данные закупки внесли в Пятницу, однако, СПНОТЬ ОВАИ, до сих пор можно увидеть на сайте госзакупок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова